Чего вы ждёте от Нового года, Россия? Как бы хуже не было. Как бы хуже не было, да? Кантар длится и не закончился. Вот у меня такое ощущение. Я лично, как президент, виноват. Я допустил непростительную ошибку. А вы не боитесь таких людей? Вам не страшно? Вся наша жизнь, да, действительно сплошной экибастус. А что мы можем делать хорошо, да, кроме детей? Они поют эти песни, и ты поёшь. И все едят без формах в конце, да? Это сейчас нам всем научиться нужно. Просто рассчитывать только на себя. Я уверена, взлёт должен быть только вертикальным. Только вертикальным. У нас нет другого выхода. Добрый день. С вами Нергачёв Инсайд. Мы сегодня разговариваем с Асиёй Байгожиной. Асиёй, привет. Добрый день. Мы около двух месяцев назад с вами общались и разговаривали с вами и с ребятами, студентами, которые сделали первые свои фильмы о Кантаре. Да, и вот это потом ещё ряд событий, да, то есть ряд событий породило, то есть потом был просмотр, да, здесь вот так же мы в доме 36, за что большое спасибо дому. А вот, и после того, как вот этот просмотр прошёл, да, небольшой, отклик был, знаете, какой? Вот я, в отличие, допустим, от Динары и Гилбаева, я не занимаюсь вот общением, рассказом о личных историях тех, кто пострадал. Вот, но вот после этих событий ко мне стали обращаться люди, которые говорят, у меня убили брата, у меня погиб муж, да, у меня погиб родственник, да. Вот я, честно говоря, я, ну, откровенно скажу, я не знаю, что делать с этой информацией, вот, то есть я не знаю, как этим людям помочь и как вообще, говоря, к этому относиться, к этой вот ситуации, потому что они все говорят одно и то же. Мы не можем ничего добиться. Вот, а ощущение того, что кантар длится и не закончился, вот у меня такое ощущение до сих пор, вот у вас, вот мы сейчас разговариваем в декабре, да, 22-го года, то есть у нас вот желтоксан, да, то есть такое ощущение, что кантар до сих пор не завершён. Вот у вас так же или нет? Ну да, мы же постоянно двигаемся в круге, у нас эта история вообще не завершена, да, вот история и желтоксана, и жанаозения, и сегодняшнего кантара, она не завершена совершенно, потому что мы двигаемся всё время по одному и тому же кругу, мы не можем выйти из этого круга, потому что, ну, нужно просто, ну, вещи называть своими именами, а мы утратили такую привычку, мы не ориентируемся в этом. Мне кажется, вот, ясности в этом нет, а людям хочется правды, чтобы всё было названо своими именами. Ведь даже по поводу желтоксана, до сих пор же, ну, нету данных, да, полных каких-то. Все говорят, все данные есть. Да, они есть. Я тоже с этим согласна, что много всего вышло свет Божий. То есть есть, например, такой человек, я его бесконечно уважаю, это Алгат Айдбай, он выпустил уже, по-моему, 14 или 15 томов. Он просто собирает свидетелей, все бумаги, все документы, вот он просто собирает. У него там коробка дома стоит, и он их выпускает том за томом, находит какие-то смешные деньги на это. Ему даже один раз он воодушевился, когда к 30-летию ему даже Акимата обещал выпустить все тома разом. Но они ему выпустили, по-моему, два тома, и он выпускает их иногда 50 экземпляров, иногда 100. Но он обязательно сдает эти экземпляры в Национальную библиотеку, по два экземпляра туда, по два экземпляра, по-моему, в библиотеку Гоголя, да. Вот он издает. Остальное вот как-то у него лежит, он где-то раздает в общественной организации, но считает это своим долгом. Вот просто вот это такой мартировок, да. Вот он, тот хроникер вот этого Желтых Сана. Я думаю, никем эта работа не оценена. Ну, ему звонят, ему пишут, ему до сих пор шлют. А уже 30 с лишним лет прошло, да. С Хантаром ведь та же сейчас ситуация, но с Хантаром что плохо? Что вот даже власти, да, тоже все-все знают, в общем-то, да, уже практически, ну, какие-то истории собираются. Во-первых, я думаю, что и больше ясности, больше видео всего этого, потому что работали все камеры, в общем-то. То есть собрать это всё можно. Я думаю, есть люди, которые это знают, где они сохранены. Но вот чего не сделала власть ни при Желтых Сане, ни при Контаре, после того, как всё это произошло, когда это произошло в сознании, власть не сделала того, что она сказала. Что она должна была сказать? Мы понимаем. Произошла трагедия. Это наша всеобщая трагедия. Мы тоже виноваты. Я лично, как президент, виноват. Я признаю свою вину. Я ошибался. Я допустил непростительную ошибку. Либо сказать, все имеют право на эту ошибку. Действительно, любой человек имеет право на ошибку. И сказать, должно быть какое-то покаяние. Какое-то раскаяние. Этого же нет. Народ-то у нас вообще-то милосердный. На самом деле, теперь-то посмотрите, у нас сколько нурсултанов. У нас же слёты нурсултанов. Они называли детей нурсултанами, потому что все доверяли. Все всё-таки хотели в это верить. И сейчас хотят же верить. Сейчас хотят верить, потому что у нас уже появились дети, которого одного зовут Касым, второго уже Март, и третьего Токай, наверное, уже. Но вот какие-то близняшки рождаются. Уже народ хочет верить, но каждый раз эта вера обрубается. Понимаете, вот что плохо. И власть, мне кажется, это всё понимает, она манипулирует. И народ же это всё... В общем-то, все всё понимают. Все всё понимают. А получается такая ситуация двоемыслия, какого-то вот киселя. То есть мы в этом киселе живём. Вы с 1987 года снимаете документальное кино. То есть вы делаете работы. И вы говорили не один раз, что в Казахстане значит делать документальное кино. Или делать хроники, как у вас все работы называются хрониками. Это работать на премьеру. То есть у вас нет ощущения, что вы занимаетесь примерно тем же самым, чем вот этот человек Алимбай. То есть вы просто сделали, зафиксировали, и потом это вот где-то в какой-то, в лучшем случае, государственной библиотеке, как у него. То есть как можно, осияя, чего это стоит, посвятить свою жизнь документальному кино в Казахстане? Ну, вы знаете, плоды-то всё равно какие-то есть. Потому что я же не просто снимающий режиссёр. У меня есть мастерская. Я общаюсь с молодыми людьми. То есть я прививаю вкус к настоящему документальному кино. Я думаю, что это правильно, потому что так или иначе, это называется как бы... Ты грядку возделываешь вот эту. Я пыталась делать это документальное кино сама. Но, во-первых, денег нет. Я не умею просить деньги. То есть мне не дают. Мало кого это интересует, эти темы. Ну, не надо об этом. Я вам говорила, что я много лет пыталась о голоде. О голоде были свидетели. Я вот первую картину, как я соприкоснулась, мы делали с BBC, вот студия «Гранит». Это были мои друзья. Я у них работала по Центральной Азии. И мы тогда снимали свидетелей. Тогда ещё, да, вот это вот конец 80-х. Были люди, которые собственными глазами в нашей стране испытали этот голод. Они видели, как это всё происходило. Это были глубокие уже старики, старухи. И когда они рассказывали, это были невыносимые истории. Я была потрясена, и я думала, что нужно записать живых свидетелей. Но не получилось. И вот много каких-то вещей, которые проходят, и они исчезают из реальности. Они исчезают из памяти. А если не зафиксировано... А с другой стороны, я смотрю хронику и думаю, боже мой, вот эти люди. Вот Аюханов умер. А я смотрю репетицию. Это чудесная картина, где был молодой Аюханов, её снимал выдающийся режиссёр документального кино. Это Арарат Машанов. Я думаю, какая великолепная картина. Какая великолепная картина. Он сделал фильм маленький, короткий о Биткинде. Живой был Иткинд. Прикосновение к вечности. Я думаю, боже мой, как это здорово, что это зафиксировано. Я думаю, рукописи не горят. И я своим студентам тоже говорю. Нужно хранить. Вы зафиксировали. Пусть это будет. Но я всегда им говорю, вы работаете на вечность. Другое дело, что как я работаю на вечность, они точно не хотят. Конечно же. Но сейчас технологии меняются. И мне кажется, что в документальном кино сейчас всё равно произойдёт какой-то взлёт. Взлёт будет вертикальным. Смотрите, мы вот с вами смотрели здесь вот работы Алишера Жадегерова и Оружан. И потом вы присылали ссылки ещё на работы, которые сняли тоже студенты. Сделали кино при поддержке неких фондов. Их показывали в Астане. И там была такая вот именно реконструкция ещё вот этой неостывшей истории. То есть вот как к этому вы относитесь? То есть вы же посмотрели и те работы, и эти. Условно говоря, вот работы, которые были сделаны людьми, которые переживают травму. И другие работы. Вы знаете, просто мне надо искусство опять превращать, как у нас это сейчас пытаются делать, в инструмент пропаганды. Оно, конечно, будет являться этим инструментом. Но всё-таки мне ближе те люди, которые пытаются делать искусство. Искусство само кино. А когда ты делаешь какие-то вещи даже от чистого сердца, и мне кажется, это вот почему-то свойственно нашему менталитету, вот это какие-то нравственные какие-то вещи. Я говорю, кино само по себе нравственное. Вот не надо воспитывать его. Не надо заниматься воспитанием. Не надо заниматься дидактизмом, морализаторством. Вот не надо учить людей, как жить. Расскажите просто историю. Просто историю. А зритель же у нас не дурак. Он сам всё поймёт. А у нас все пытаются вложить в уста героя какие-то указующие вещи. В уста... Тут авторы тоже в документальном кино появляются. У меня, например, очень смешило один ролик, в котором был закадровый текст. И он говорил буквально... И герой был молодой, и сам он молодой. Ну, 20 лет. И он там говорит, о, время, да. О, это уходящее, утекающее время. Значит, всё вот в этом духе. Я говорю, слушайте, что вы превращаетесь в какого-то старца такого? То есть я говорю, вы не видели фильмов 70-х? Но и то они были... А снимаете уже как старики. Вот меня волнуют вот эти молодые старики, которые стараются снимать вот такое стариковское кино. Ну, там же тоже ребята пытаются рассказать историю, но они её выдумывают. То есть там вот эта сцена изнасилования в музее. Субтитры создавал DimaTorzok Ну, это для драматизма, чтобы драматизма больше было. А вот как к этому относиться? То есть как можно драматизировать то, что ещё не остыло? Ещё, собственно говоря, вот эти люди не отпеты, да? Ещё год не прошёл с расстрела на площади. И сейчас вот придумываются вот эти сюжеты, которые усугубляют вот эту вот придуманную вину. Ну, это, мне кажется, тут дело вкуса опять же. Дело вкуса. И потом тут дело нравственного вкуса, да, такого. И дело художественного вкуса. И такое нравственное. У тебя должно быть чутьё на эти вещи. Ты это видишь, ты это чувствуешь. Потому что, ну, каждый для себя же ставит предел, да, какие-то. И вот в данном случае, ну, особенно когда ты снимаешь о недавней истории, которая только случилась, то тут в первую очередь, конечно, этические вопросы на первый план выходят. Этические вопросы, потому что... Ну, а Гитлера сейчас можно снимать очень много разных вещей, да? То есть, что он был вегетарианец, можно снимать какие-то комические фильмы, можно снимать... Ну, потому что уже прошло очень много времени. И можно снимать вот как бы как спин-оффы, да? Вот такую. Можно снимать невероятные истории, что он пришелец, марсианин, что, ну, там он... Ну, и каннибал, возможно, да? Ну, всё, что угодно. Можно это... Потому что уже есть нарратив. Уже вся история пройдена нами, да? Уже она изжита. А здесь же она действительно, вы правы, она не изжита. Она не изжита, она трагична сама по себе, а сделать ещё как бы страшнее. Для чего? А потому что, ну, нужен твист, да? Что такое твист? Новый поворот какой-то. Вот нужно для драматизма. Ну, он настолько в этой истории неуместен, и что, при всём при том, что я посмотрела остальные все фильмы, я думаю, они очень неплохие. Они мне нравятся даже. Потому что я не разделяю вот такого вот негодования у всего общего. То есть они пытаются как-то поверить, и они верят, наверное, в перемены, что всё равно. И они на стороне как бы другой правды. То есть у каждого своя правда. Они хотят быть на стороне государства, которое всё-таки справилось с этим. Государство, которое вот становится на ноги. И те же правоохранительные органы, что они не все такие плохие, как нам кажется, да? То есть мне лично как бы не приходилось с ними иметь дело, да? Я бы не хотела иметь дело. То есть у нас один стереотип, у меня один стереотип. А вот они как бы доказывают вот другую. То есть я думаю, они же себе дали такой внутренний заказ. То есть это не внешний был заказ. То есть при всём при том, что им давали деньги, да? То есть они сами так думают. Вот в чём дело. Ведь мозги так устроены. А вы не боитесь таких людей, которые дают себе такой внутренний заказ? Вам не страшно? Это же молодые люди. Но это плоды нашего просвещения. И просвещение, оно нам необходимо. И просвещение не в том, как бы понятие, как сумма знаний твоих, а понимание вот в европейском смысле, в классическом, вернее, смысле, когда просвещение – это когда ты не опираешься на какие-то внешние авторитеты, когда ты собираешься быть ответственным за то, что ты мыслишь, и ты самостоятельно можешь мыслить. Мне кажется, вот вся наша история – это вот история несостоявшейся свободы, драмы свободы. Мы не стали свободными людьми. Потому что если я встречаю молодых людей, которые не жили в Советском Союзе, но они мне лично говорят, что как это было здорово. И это было хорошее время. Я говорю, я жила в отличие от вас. Я много чего получила в Советском Союзе. Но я знаю и другую сторону этой жизни. Я бы не хотела туда вернуться. А вы бы не хотели, да? Что вы, потому что получили образование, да? Я говорю, да, не хотела бы. Ну, потому что я знаю всё-таки больший объём. А у многих вот это же ностальгия какая-то ещё есть. Но я думаю, что это вот все эти печали от незнания. Или от дурного знания. Чего вы ждёте от Нового года, Масия? Как бы хуже не было. Как бы хуже не было, да? Потому что вся наша жизнь, да? Действительно сплошной экибастуз получается. Я просто думаю, боже мой, там что-то случится, там, может, что-то. И как-то, ну, что же делать? Что же делать? Да, я всё время как-то думаю, ну, о себе уже не думаю, да? То есть, на самом деле, ребятам говорят, ну, что мне? Я уходящая натура, да? Как говорят в кино. Я уходящая натура. И что было, что прожито, то пережито. То есть, ну, что я сделаю? Я сниму ещё, может быть, пару фильмов, да? Я сниму, может, напишу книгу. Но мне же обидно и жалко тех молодых, которые вот только вступают в эту жизнь. Ведь молодость – это время надежд. Время тогда, когда ты смотришь на всё это, что это жизнь твоя уникальная. И все же хотят состояться в этой жизни. Это же главное, что должно быть для человека важным – состояться, реализоваться. То есть важно, чтобы для этого были какие-то условия. А если в этой стране нет условий? Не будет для этого условий. Вся же страна не может уехать, да? Вот, знаете, у нас вот был тоже один проект. Причём студенты бывшие наши, да? Вот я им помогала. Я там была автором. Я думала, что я там буду каким-то шоураннером, да? Про казахов зарубежья. Очень много делается сообщение про казахов зарубежья, да? Очень много. И все говорят, а чем отличается? И нам не дали, естественно, денег на него. А я говорю, этот сериал, который мог бы быть просто очень кассовым тоже, да? А в чём там была проблема? Я говорю, ну, вот все фильмы, которые снимают о казахах зарубежья, они там все плачут, на взрыв, поют казахские песни, да? Вспоминают свою отчизну, которая покинута 150 лет назад, да? И говорят, ну, вот что они казахи, они не забывают корней и прочее. Ну, непонятно. Там ни формы нет, ни смысла. Просто смотришь и думаешь, а какие молодцы. Вот одна мысль возникает. А, оказывается, вот они тоже казахи, мы казахи. Они поют эти песни, и ты поёшь. И все едят без формах в конце, да? Ну и что? А тут мы нашли героев, которые состоялись за рубежом. Они все казахи. Они все там прошли очень многое, и они все хотят что-то сделать здесь, в Казахстане. То есть у нас был герой, который в Африке вообще живёт, да? Он в Африке состоялся. Причём в Африке, в которой на него нападали, его грабили, он там с автоматом, с пистолетом спал в кармане. То есть он где-то ночевал на улицах, он не мог приехать, он из Шимкента сам, да? То есть он ещё в 90-е годы. Он говорит, я не мог приехать, потому что, ну как я бы родителям показался. Потом он вывез семью, то есть из семьи. И он говорит, ну вот, у меня там химчистка. Он рассказывал, это совершенно были авантюрные какие-то приключения, то, что он говорит, но я там для них был. Он абсолютно тёмный, да? Абсолютно такой шимкенский казах. Он говорит, я там был белым. То есть у меня были преференты, потому что там была партеид, да? То есть я как-то имел преференции какие-то, то есть мне давали. И он говорит, у меня там химчистка. Я говорю, а, ну вы с ним записывали здесь всё. Он говорит, химчистка. Он говорит, вы думаете, химчистка, вот то, что вы здесь, да? Вот это вот. Мы сидим вот в Анатолии Байке. Он говорит, вот, вы думаете, вот такая химчистка. Я говорю, а какая? Ну, думаю, в два раза больше, что там. Он говорит, у меня химчистка – это целый завод. Вот она идёт от Панфилова, да? Начинает, да, до стыка. Я говорю, это такая химчистка. Он говорит, да. То есть, и, говорит, и такого оборудования, говорит, у меня навейшее оборудование. Люди там приезжают рано утром, да, едут на работу, они закидывают свой пакет, вечером они едут с машины на работу, им просто закидывают обратно этот пакет. Всё, с них списывается. И, то есть, проходит годы, да, то есть, он говорит, я хочу вот здесь. Он приехал в Шимкент, он хотел. И мой брат говорит, слушай, ты вот шлёшь нам деньги, да? Вот, посылай нам деньги. Ты будешь здесь? Тебя здесь просто ободонят, тебя как хлипко обдерут, и ничего у тебя не получится с твоим бизнесом. А я говорю, смотрю, то есть, как там мои родственники, они всё время дают какие-то взятки, они всё время решают. Я говорю, а что, нельзя по закону? Они, говорят, пытались, ничего не выходит. Я думаю, вот эти люди, которые могли бы привнести этот опыт, да, тётка, которая синий Галя. Вот она прислала видео, она закончила наше хореографическое училище. Её зовут Мадам Слух. Я когда увидела это видео, абсолютно тёмные, да, чёрные девочки, пухленькие, там других нет, они же все пухленькие. В этих пачках они танцуют хамажай. То есть, они там все знают Казахстан благодаря ей, да, и она говорит, а могли, говорит, мне очень нужно, чтобы приехали люди, вы могли бы привезти, чтобы мы устроили мастер-класс из Жургеновки, хореограф. Я говорю, у нас есть хореография? Мы вам привезём. Она говорит, а мы могли бы устроить, показать этот ритуал наурыза? Я говорю, мы можем. Она говорит, а меня знают не только в Сенегале, да, то есть там какие-то сопредельные, там какие-то африканские республики. И она говорит, мы могли бы вот это с вами... Я говорю, знаете, об этом нужно думать, да? Об этом нужно думать. Но вот такие роды герои, которые хотят привнести свой опыт сюда, они несут этот флаг Казахстана, да? Причём не вот этот вот флаг, да? Они его несут внутри себя. То есть, они ведут себя, как казахи там, то есть, они приумножают эту славу, и они бы многие хотели бы здесь что-то делать. То есть, если они прошли... Вот я думаю, что казахи, если они прошли всё это, они же стоят, они же могут здесь... А что им здесь мешает? Они не глупее, да, остальных получается. А мы же здесь ходим, какие-то эти самые недотыкомки, да, такие, что не получается. Я думаю, какие перспективы? Вот я читаю там об Уралмане, о Хандасе, да, который из Монголии, вот в моей родной Павлодарской области. Он говорит, дайте мне землю. Дайте мне землю, на которую я мог бы пасти скот. Мне больше ничего не надо. Я сам займусь, говорит, я буду вот поставлять вот тут, ну... А у нас мясное, да, мясное скотоводство, то есть, как бы, у нас они... Он это умеет. Мы здесь все растеряли навыки, мы ничего же уже собственными руками производить не можем. А у него есть братья, у него есть дети. Он говорит, ему не дают. Он там... Я вот читаю на этих разных сайтах, казахоязычные сайты, и вот я читаю его обращение, думаю, ну что ж такое, да? Ну что вот это? Вот человек предлагает. Это же реально, да? Ну почему ему не дать? Они все рассказывают какие-то жуткие истории, как с них вымогают, как им приходится давать взятки. Они готовы уже давать все взятки, готовы, но только что пришелся вопрос, и все решали. Ну нужно же менять это всё, а потом говорят, ну закон. Я не хочу быть нигилистом, да, когда все говорят, нужен справедливый закон. Закон – это и они есть, и я думаю, что у нас не самые плохие законы, они же не исполняются. Потому что дождаться, что когда кто-то придёт и решит за нас, я не знаю. Может быть, критическая масса, но я просто вижу, как масса людей в этой стране просто невостребована, нереализована. И где работают эти мои студенты? Я всё время требую, чтобы они зарабатывали фильмами. То есть я говорю, вы должны, то есть трудом, я их пытаюсь пристроить, чтобы они ролики. Но в основном же они работают где-то доставщиками, да? Кто у нас, где они все работают? То есть у нас только купи-продай. И один из них снимает что? Ролики. Я говорю, какой ты молодец, какие ролики? А он говорит, я спекулянтов снимаю. Я говорю, каких спекулянтов? Он говорит, ну вот те, которые в бутики всякие, да? Я в ТикТок, они в Инстаграм выставляют свои ролики вот с этой одеждой. Ну вот он их снимает на 25 секунд, на 30, и как бы за это получает натурой, да? То есть той же самой одеждой. Ну, я благодаря им много чего узнаю. То есть дома говорят, слушай, что полезного тебе, твои студенты? Потому что одно время студентка моя, одна моя студентка работала официанткой. Я перестала ходить в рестораны. То есть кроме определённых, я перестала ходить в рестораны. Какое-то время я не ходила. Сейчас опять хожу, как-то вот стёрлись воспоминания. Потом я перестала покупать воду, потому что они снимали у меня исследование, и как эту воду делают, да? Вот эти все воды. То есть я посмотрела, сказала, всё. Я перестала покупать казахскую мебель, потому что другая студентка тоже снимала репортаж о том, как её родственники делают эту мебель. То есть я думаю, а что мы можем делать хорошо, да, кроме детей? То есть я перестала и сказала, я не буду брать эту мебель. То есть теперь у меня новые, новые, потому что у меня подруга говорит, может, мы съездим, да, надо шоппинг устроить перед Новым годом. Я говорю, я не поеду. Я буду вещи покупать только в одном месте. Она говорит, где? Я говорю, я скажу, где. Я говорю, барахолка называется Кинжибик. Кинжихан. Она говорит, что это такое? Я говорю, все вещи. Мне сказал мой студент, что они продают в три дорога. Он говорит, неужели ты поедешь на эту барахолку? Я говорю, я собираюсь. Он сказал, все там. Все там. То есть он работал в этих всяких сетевых магазинах, вот сетевые магазины. Я поняла, что там тоже нельзя оказываться. Вот только в таких крупных. Я даже не буду сейчас их называть, когда он для этого где покупал? Вот магазин, он снимает своего героя. Я была потрясена. Он сделал огромный бизнес. У него магазин в том приложении, в котором мы всё совершаем. У него 170 видов товара. Что он делает? У него ни одного товара в наличии нет. У него есть магазин. Все покупают. Я покупала в этом самом магазине, потому что интернет же. А он едет на барахолку, покупает. То есть ему там цена... Ну, то есть он на бар свой имеет. И когда я поняла, я думаю, как люди живут. Люди вообще гениальны. И этот парень разбогател благодаря, знаете, чему? Мишкам. Что такое мишки? Вот эти огромные мишки. И вот он говорит, вот я купил, мне эти мишки достались. Они всё тут продаются в цветочных магазинах. Я купила на 4 тысячи тенге вату. За 2 тысячи продаётся чехол этого мишки. Это перед 14-м. То есть один мишка мне обходился в 6 тысяч тенге. Я его продавал по 15. А 14 февраля я продал 25 мишек. По 25 тысяч тенге. Ну, все готовы. Ну, что, да? Я говорю, ну, надо же, додумался. Говорит, чехлы вот эти продаются. Набиваешь. Говорит, ну, там просто набивать надо плотно и сложно. Вот этих мишек. Я думаю, я много чего нового узнаю про нашу жизнь. Вот это вам реальная документалистика. И вот он говорит, да, и так вот он сделал. И уже я понял, что надо. 14 февраля прошло, надо готовиться к 8 марта. По-моему, он продал 60 мишек. Ну, представляете, тогда сзади... Ну... А я говорю, что их берут. Перед 8 марта, оказывается, ещё берут. Перед этими праздниками. То есть я, посмотрев эти ролики, он говорит, вы понимаете, вот эта вещь, говорит, стоит 70... Мальчик мне говорит, да? 70 тысяч тенге. В соседнем бутике она стоит уже 110. А на самом деле ей цена 30 тысяч тенге. И все они взяты из одного места. Это называется барахолка на это... Кинжихан. Я всё собираюсь туда съездить. Я, правда, думаю, что я потеряюсь, да? Но вот это вот... И что? Все занимаются вот каким-то... То есть реального этого дела нет. То есть я, конечно, смеюсь, да? Но получается, что, во-первых, утрачены навыки к реальному труду. Никто же не хочет работать по-настоящему, да? И нету ответственного какого-то труда. Вот это сложно. И я думаю, ну, надо взять это на вооружение. Вот я думаю, на самом деле, если мы не привыкли к этому труду, это же должно быть мышление, потому что вот эти истории настоявшие, да, с этими планшетами, которые наши производили, да, якобы, там ещё мы клеим всё время какие-то... А ведь за этим стоит же какой-то труд большой. То есть это вот просто мы говорим, ну, вот немецкие машины, за этим же стоит какой-то труд. Это стоит труд ума, да? То есть это всё нужно придумать было, это всё нужно было организовать. Мы же не привыкли к такому труду здесь. А вот те, которые вырвались, да, они сумели, что нужно встроиться в этот ряд, технологичный. Потому что я думаю, у нас нет технологов. То, что мы выпускаем режиссёров всё время, я говорю, какое счастье, что не хирургов. Я постоянно говорю, потому что я знаю качество наших режиссёров, да? А я примерно представляю, что такое хирурги тогда. То есть мы же все в одном ряду стоим, да? И это страшно же. Страшно на самом деле. Потому что, ну, троечник и двоечник режиссёр – это ничего. Он будет в этом потоке работать, да? Ну, будет на каких-то... А представьте, двоечник и троечник хирург. А мы в этом потоке живём все. Кажется, если я начинаю понимать, что такое на самом деле ваша жизнь и что такое кинодокументалистика. Реальная жизнь. Реальная жизнь. Магия реальности, я говорю. Не просто магия реальности. Вы каким-то занимаетесь совершенно извращённым способом выворачивания всего наизнанку. И вот никакой возможности увидеть вот этих самых мишек без их нутра не оставляете. То есть у вас всё вот так вот... А давайте посмотрим, что там. Да. Оп! А вот оно. Да, я всегда говорю, что нужно, да, до конца. Ну, надо же всё время размышлять и думать, да, вот что. Я говорю, ну, для режиссёра важно всегда думать и формулировать. И что такое наша жизнь? Это бесконечные, понимаешь, вот обманки. Если мы действительно утратили навыки, утратили технологии, утратили мотивы для того, чтобы что-то производить, что-то делать, что-то создавать, чем мы занимаемся в этой жизни и в этой стране? Это сейчас нам всем научиться нужно. Просто рассчитывать только на себя. Не рассчитывать на государство, а у нас это есть. Что мы всё время рассчитываем, что кто-то нам придёт и поможет. Никто не поможет, никому не поможет. Нужно рассчитывать на себя, на свой круг, на своих близких людей и на то, что ты возделаешь вот эту грядку, и на этой грядке что-то рядом с тобой нужно спахивать заново это поле. Нужно спахивать и знать, что ты не увидишь, возможно, даже этого урожая. Но сейчас ты должен ответственно подойти к этому труду. Ответственно. Потому что нельзя жить какими-то, вы говорите, обманками. Всем говорю, имейте мужество жить без надежды. Без надежды. Потому что надежды только... Они обманывают. А вы должны точно ставить себе какие-то цели, задачи. Мы должны это сделать. Мы должны это одолеть. У нас ситуация такая... Мне нравилось, как это формулировал Ауэзов. Он говорил, что ситуация настолько безвыходна, что выход может быть только блестящим. Что нужно сейчас перевозмочь себя и как-то суметь объединиться. Я не знаю. Сейчас, мне кажется, единение важнее всего ещё. Понимаю, я вчера как раз говорила с Сергеем Дувановым на эту тему, с Хасеном Кожахметовым. Я говорю, нужно прекратить эти распори внутри друг друга. Нужно как-то понимать, что других нас нет. Мы такая маленькая страна. Мы все друг друга знаем. Со всеми плюсами, минусами. Но что делать? Других у нас нет. Мы такие, как и есть. Но нужно же в каждом какой-то есть росток. Каждый уникален. Каждый незаменим. Каждый что-то собой представляет. И вот тянуть за этот плюс... Ну, видите, среда должна располагать к этому, окружение. Если они благоприятствуют, да? То есть, как писал Довлатов, да, что вот это одинаково. Человек одинаково расположен к добру и злу. Одинаково. Вот надо, чтобы вокруг все-таки располагалось добро. Нет, вы какие-то вещи совершенно немыслимые предлагаете. Вы предлагаете отказаться от возможности производить два-три года планшеты, которых никто не производит, и на этом освоить несколько миллиардов тенге. То есть, вы действительно верите, что мы от этого откажемся, что мы перестанем заниматься вот такими вещами, когда это наше всё. Ну, вот это же есть перестройка какого-то своего сознания, да? Если, ну, тогда надо сидеть, если ничего не делать, если как-то не наметить какую-то себе планку, потому что вот сейчас нельзя двигаться по горизонтали. И нельзя, мне кажется, двигаться, вот, как говорят, постепенно, постепенно, да, бертонгде, степ-бай-степ, да? Вот я уверена, взлет должен быть только вертикальным. Только вертикальным. У нас нет другого выхода. Мы просто погибнем, просто, да, мы растворимся сейчас. Масса других людей, масса других государств, в которых мы можем раствориться, и которые могут здесь всё сделать очень хорошо. А мы-то при чём будем здесь? Мы-то при чём здесь будем? Мы не будем ни хозяевами этой земли, да? Мы не будем ни людьми этой страны просто, ни гражданами. А кто мы будем? Просто перекати поле, что ли? Ну, если ничего. Ну, нужно как-то менять мышление. А у нас же нет такого стратегического мышления, мне кажется, на самом верху. Мы же привыкли, всё равно как-то у нас государство, оно всё равно спускает. Оно всё время выдавливало из нас людей, как таковых. Оно всякую инициативу, оно гасило. Потому что инициатива должна принадлежать только им. Только им. А если отсюда, она должна быть такая какая-то раболепная инициатива. А у них есть инициатива? Они сейчас понимают, что нам предложить в качестве инициативы? Вот. А с этим напряжённо. С этим напряжённо. То есть там же нет ни идей, ни инициативы. Ну, то есть есть одна большая идея – это проводить огромные международные конференции. Акции. Да, акции. Акции. Разовые какие-то акции. Нету. Мне кажется, это все временщики. Это какие-то временщики, которые пришли, и вот надо сделать. Они же никого не выслушивают. Они ни с кем не считаются. Они знают всё. Они приходят с каким-то уже набором того, что они знают, как надо. То есть помните у Галичи, да? Не бойся ни моро, ни гладо. Но бойся того, кто придёт, вам и скажет. Я знаю, как надо. Вот они все знают, как надо. Они все нам дают указания, как надо. Они дают нам указания, как снимать кино. Они дают нам указания, как вести сельское хозяйство. Они нам дают указания, как нам разбогатеть, завести коров, да? Или что нам нужно сделать. Они всё знают за нас. Они всё знают. А мы привыкли. Ну да, раз они всё знают, мы ведомый народ. Мы ведомый народ. Мы говорим, хорошо. Но при этом кто-то говорит, а, вот они знают, да? Ну вот здесь я подхимичу, да? Я, значит, вот здесь ворую. Я здесь. Ну, потому что, ну, воровать у таких не зазорно. У таких не позорно. И это не дело. Раз они так делают, а почему бы мне? То есть это же вот. Они подают пример. Мы такой патриархальный народ, в общем-то, по своей сути. И мы смотрим, а что там делают наши патриархи? Наши патриархи так себя ведут. А если им дозволено, почему не дозволено этим? Оказывается, они дозволены, потому что этих всё равно щипают, Этих всё равно ставят на место. Ну, и народ как бы думает, а, и это же, получается, такое вот болото, в котором все сидят и думают, ну, ладно, ну, что теперь? И кто-то, конечно, и когда становятся героями жулики, да, прохидеи, то есть кто у нас герой? Все говорят, нам нужны герои. Какие-то герои. Вот они, герои, да? И еще где героев? 500 лет назад, 150 лет назад. Вот они были. Мало того, что в угоду их сегодняшней какой-то странной, идеологической, да, вот платформе каким-то, ведь из них делают каких-то таких странных героев. Вот я просто с ужасом сейчас жду фильм о Джамбуле, потому что я просила сценарий. То есть я думала, как здорово, что о нем будут делать фильм, да, потому что это такая фигура. Я думаю, это можно сделать, ну, такое, да, там кустурица просто, да, я не знаю, что это может быть. Я думаю, это же вот, это будет бурлеск, это будет трагикомедия, это нечто, либо это будет такая трагедия, да. Я думаю, это что, оказывается, это вот Джамбелл, который все знал, все предвидел, боролся с советской властью, да, вот как-то он все так мудро молчал, и при этом вот какие-то потоки, да, потоки словословий. Вот, да, я просто... У меня дома вот Агизовская какого-то года есть книга. Я думаю, ну, это же не серьезно, это же, ну, что это за игра, да, такая? Это, это какие-то вот симулякры, это какие-то суррогаты, и, ну, народ же точно все это, все понимает. Ну, сделайте нормально, ну, что вы строите какие-то странные вещи даже, ну, хочется выражаться нецензурно. Субтитры создавал DimaTorzok